Салют! Меня зовут Диана Арбенина. Это программа «Последний герой» акустика редких, редких, редких людей. И сегодня мы отправились в Санкт-Петербург, на мой взгляд, в самый рок-н-ролльный город нашей страны, для того чтобы... И вообще мы хотим сделать следующее. Приезжать в Питер, когда речь идёт о питерских музыкантах, приезжать в Санкт-Петербург, приезжать в Питер, в Мекку нашего рок-н-ролла и общаться как раз-таки именно в Питере о той музыке, которая вырастила замечательных людей, которые стали впоследствии моими последними героями. И вот сегодня первая командировка в город Санкт-Петербург. И я бы хотела, чтобы плеяду питерских гостей начал Андрей Князев. Когда придёт зима, когда наступит февраль, и чёрный фонарь станет жёлтым, как янтарь, я прихожу себе молчать и не ходить в тот дом. Кому-то станет интересно, в чём беда, я раньше не бывал так часто дома никогда. И я мечтал о телефоне, а он и теперь для меня ерунда, да. Но это просто рубеж, и я к нему готов, я отрекаюсь от своих прошлых снов. Я забываю обо всём, я гашу свет. Нет мира, кроме тех, к кому я привык. И с кем не надо нагружать язык, А просто жить рядом и чувствовать, что жив. Когда ветра морские будут крепко дуть, Я постараюсь сразу лечь и уснуть. Я это так давно и навсегда решил. К каждому звуку я буду готов, Но в том доме не предпримут ни малейших шагов, Обвиняя во всём, Сто дальше, но это просто рубеж, И я к нему готов, Я отрекаюсь от своих прошлых снов. Я забываю обо всём, Я гашу свет. Нет мира, кроме тех, К кому я привык. И с кем не надо нагружать язык, А просто жить рядом и чувствовать, Что жив. Когда пройдёт много лет, И я вернусь в тот дом, Где холодно всегда без огня, И с огнём меня встретит Хозяйка и посмотрит на часы. И тогда я пойму, Что мой дом сгорел, Я оставил всё, А сам уцелел. Но зачем я опять Вернулся к тебе? Ведь это просто рубеж, И я к нему готов, Я отрекаюсь от своих прошлых снов, Я забываю обо всём, Я гашу свет. Нет мира, кроме тех, К кому я привык. И с кем не надо Нагружать язык, А просто жить рядом и чувствовать, А просто жить рядом и чувствовать, А просто жить рядом и чувствовать, Что жив. Ты шут или король? Я шут. И горшок шут. Но у тебя всё очень чётко разложено по полочкам. Ничего подобного. Но ты производишь впечатление человека, Которые... Вот у меня был к тебе один вопрос, Когда я шла на эту программу. Как ты после всего, Что я знаю, чего я не знаю, Потому что я думаю, Что мы все знаем процентов 30 От того, что было действительно В реальности вашей истории, Я имею в виду группы, Как ты остался в живых, во-первых, А во-вторых, в такой классной форме? Я сейчас не имею в виду конкретно тело, Я имею в виду в первую очередь голову. У тебя же очень чётко всё разложено. Ты же просто себя, Ты, скажем, себя не контролируешь, Но ты классно себя ведёшь, Ты умеешь себя вести, понимаешь? Это даётся не каждому. Это от мамы. От мамы? Да, она себя хорошо всегда могла В обществе, Ну, в смысле, она всегда себя хорошо Может в обществе показать. Вот. А на самом деле просто я для себя Ответил на многие вопросы, Которые, скажем так, У многих людей есть сомнения, да? Мой стержень, он был определён с самого начала, Он назывался творчество. И творческую линию я пробивал по жизни всегда. То есть даже когда я попал в армию, Для меня сперва наступил момент полного отчаяния, Потому что через три месяца я, в общем-то, Готов был уже завыть волком, И даже начал поступать, Как неправильные парни, Это пытаться через медицинскую тему, Значит, закосить. Да, я побоялся, что я за полтора года, Я на полтора попал, Я побоялся, что за полтора года Просто здесь с ума сойду, Без своего любимого дела, Там горшок, как бы там группа, Там всё происходит, А здесь у меня ничего, И меня это не касается. Но через три месяца после всей этой темы, После учебки как раз-таки, Я действительно пошёл косить на санчасть, Но я врать не умею. И так получилось, Что когда меня спросили, Как ты себя чувствуешь, Я сказал, уже лучше. Я думал, они всё равно будут меня диагностировать. Они сказали, ну тогда всё, Шуруй в роту, короче. Я пошуровал в роту, Я вот помню, у меня был такой момент, Я шёл из санчасти в роту, И сам себе сказал, Нет, я буду здесь никакую санчасть, Не буду шариться, Я видел тех, кто шарится в санчасти, Это не жизнь, это ещё хуже. Ими там бабка командует, Старая бабка командует, Ну его нафиг. Я пошёл в роту, Я сказал, нет, я буду двигаться, Пробивать свою дорогу, Мне терять-то нечего, Не избегать же мне отсюда. Вот, и всё, И на базе вот этого решения Я провёл всю оставшуюся срок службы, Соответственно, когда спросили, Кто художник, я сказал, я. Сказали, кто музыкант, я сказал, я. И начал вести свою деятельность, Меня сразу припахали к художественной деятельности, Мне замполит, с которым мы дружим по сей день, Я его приглашаю на концерты, Предоставил в своей канцелярии место, Где я сидел, как внештатный художник. То есть у меня не было... Я не был писарем, Я отказался от писарства, Потому что это не моё дело вообще было. Я просто был художником. И первое, что я сделал, Я ему канцелярию разрисовал всякими картинами, Причём не в военной стилистике, А там чудовища были нарисованы, Какие-то мистические персонажи, Девушка, которую лишили девственности. Вот это интересно. Особенно в армии, я думаю. Это по песне. Кстати, по поводу песни девушка, Я стала даже заикаться. Давай ещё что-то пой. Так, ну, значит, Эта композиция называется «Ангел и демон», Она из нашего второго альбома группы «Князь». А ты так вот прямо готов сразу спеть? Ну, я её подготовил, да. Молодец. Лучше промолчи, Прошлое забудь, Вряд ли ты сможешь его вернуть. Взял на плечи бремя, Предал своё племя, Чтоб у нас с тобой один был путь. И мы с тобой теперь встали за дно, Вместе не страшно и пасть на дно, Пусть враги суровы, Мы принять готовы. Всё, что нам с тобой отныне, Всё, что нам с тобой отныне, Всё, что нам отныне суждено. Не изменит лик, Надо благодать, Та, что стремился мне ангел дать, Проклятый навеки, Не смыкая веки. Создан волю, создан волю, Падших исполнять. Но снова вопреки сущности своей, С каждым мгновением всё сильней. Упиваюсь светом, Тем, что под запретом, Жду расправы, Счастлив праву, И внусь вместе с ней. Я нарушил все правила игры, Как смертный я начал видеть сны, Вергнуть нас в неволю, Аду не позволю. Я воскресну, Скиньте в бездну, Слуги сатаны. В ночь уходим мы. Это всё? Да. Был хороший сейчас момент, правда? Андрюха, ну ты мощный, конечно. Ты просто мощный. А что ты говорил про маму? Скажи пару слов про маму. Что она научила тебя себя вести, Что ли, ты говорил? Нет. Просто это передаётся генетически. Вот это породоосмысленность, Ты имеешь в виду? У меня просто... Вот я сейчас немножко интересуюсь Всякими генетическими древами. И у меня получается, Что по отцовской линии Там рабочие, А вот линия такая, Как бы трудящаяся. А по материнской творческая. Там есть театральные, Представители театра, Причём не в одном количестве, Художники. И даже меня художники В своё время обучали, Чтобы я поступал в художественное училище, Но я провалил экзамены. На двойке закончил. Ну, понятно. Потому что не был готов вообще Вот к этим стандартам, Которые надо было Изначально им предоставить. И, соответственно, Встретился в реставрационном чилище С горшком, И вся жизнь повернулась В другом направлении. А что повернулась? Да. Своё умение по рисованию Я применил в оформлении альбомов. Оформлял ты? Оформляю по сей день, да. И мне этого хватило за глаза и за уши. Вот этого, вот этой деятельности. Ну, это отличная такая смесь. Трудящихся и художников. Кстати, нет. Я, кстати, без иронии абсолютно. Потому что, с одной стороны, Это хор, да, вот этот стержень, Который в тебе есть. А с другой стороны, Это творческое начало, Которое в тебе, понимаешь, Оно больше, чем ты сам. Ты не хочешь, ты не хочешь. Оно в тебе есть. И оно прямо из тебя брызжет. Во всяком случае, То, что я сейчас вижу, То, как ты играешь, У тебя же дофигища энергии. Это же так здорово. И ты ее не растратил, Эту батарейку, Которая, конечно... Сколько группе Король и Шут? Сколько ты там проиграл? До тех пор, пока ушел. Значит, 89-й год, Это был год нашего встречи с Горшком. Значит, в этот же год мы... Было понятно, Что у Горшка есть группа контора. На следующий год мы создали коллектив Король и Шутов. И через год после этого, Это уже, получается, 90-й год, наверное, В конце 90-го, А 91-й мы образовали Король и Шут. Придумывали с Горшком название прямо на практике, Когда нас работали... Ну, работать это звали туда... Ну, в смысле, работали, короче. Отвечили еще. Ну, давай. Вот. И, короче, это самое... И вот с того момента Группа Король и Шут начала функционировать. То есть, минус полтора года, Когда я пробыл в армии, Но я там, в принципе, время зря не терял. И ряд песен, которые были написаны И записаны в альбомах Короля и Шута, Они мною из армии отсылались в Горшку. А, понятно. А каким образом? Ты писал тексты и музыку, Или только тексты? Тексты. Тексты, да. Потому что в первых работах Непосредственно, значит, Я практически только еще учился играть на гитаре. А Горшок уже вовсю первенствовал как композитор. Его новые работы, они меня вдохновляли. Я писал тексты. А он, в свою очередь, мне сказал, Что, Андрюха, давай так, у тебя там есть лирика, У тебя там даже есть любовь какая-то в текстах, У тебя есть там даже какие-то вопросы личного характера, Где ты там в текстах пытаешься найти Какие-то смыслы жизни. Да, вот это все как бы... Ну, это все есть у всех. И этим никого не удивишь. А вот сказочная тема, Давай на ней построим все наше дело. А я сказал, что, конечно, давай, Потому что это самое интересное из того, Что мне тоже нравится, да. И начали, соответственно, Вот такие тексты писать. Конечно же, со временем, со временем Мне хотелось впихнуть и что-то еще. И в 2000 году, когда был выпущен альбом, Или в 99-м году... Еще и цифры помнят все вообще. Это святое. Балу также их всех помнит. Да? Да. Значит, в этих годах, это самое, Был выпущен акустический альбом, Который был записан благодаря тому, Что Горшок пролежал в больницу, Нам надо было без него играть концерты, И я не хотел перепевать все песни, Которые на тот момент пел он. И я начал... Мы начали делать новый материал, И за неделю мы подготовили Новую абсолютно концертную программу. И потом просто решили ее записать. Так образовался акустический альбом, Который непосредственно, значит, Был полностью в моем композиторстве, За исключением двух песен. После чего так получилось, Что два предыдущих альбома Короля, Что-то культовые классические альбомы Камнем по голове и Будь как домом путник, Не достигли масс людей, Потому что у нас не было никаких возможностей Их показать. Ну, так, чтобы на широкую публику. А акустический альбом попал на стол К Йоси Пригожину, Который сидел тогда в компании ОРТ Рекордс. И как только Йоси Пригожин Получил этот альбом акустический, Он его заценил и начал его раскручивать. И таким образом песня «Ели мясо мужики», Одна из самых коварных в нашем творчестве, Прозвучала в программе «Утренняя почта» у Игоря Николаева. О, боже. Классно. А вообще коварное объяснили. Потому что там съели женщину. А, то есть только в этом коварство? Ну, как бы да. А, понятно. Все, вопросов нет. То есть такой мстительный каннибализм. Ну, точнее... Отлично. Точнее, это вообще панковский текст. Представляю лицо Игоря Николаева при этом. А я не думаю, что если бы они поняли, О чем песня, они бы не поставили ее. Может, ты ее споешь? Нет, не спою. А почему? Я только капеллой. А капеллой? Да. Ну, пой капеллой, если хочешь. За столом сидели Мужики и ели Мясом конюх угощал Своих гостей Все расхваливали ужин И хозяин весел был Не от меня И поэтому Всех вас собрал сегодня Кто? Я! Ели мясо мужики Пивом запивали О чем коню говорил Они не понимали Своих гостей Тра-ля-ля Я за ней не уследил В том моя вина Но скажите Правда вкусная она Ели мясо мужики Пивом запивали О чем коню говорил Они не понимали Офигеть Убойная программа Сегодня, ребята Это программа Последний герой Андрюха, ты мощный Просто Ты мощный Ну и что? Ну хорошо Ты хочешь сказать Что Игорь Николаев Не понимал О чем речь? Я не думаю Что все всегда Слушают тексты А, ну да Есть люди Которым В общем Не дано слушать Нет, ну я не говорю Что ему не дано Я его не знаю Нет, многим-многим Не дано Он мне симпатизировал Потому что Ну я с родителями В детстве смотрел Эти передачи Так все смотрели И Игорь Николаев Очень любил Потому что он ставил Новую музыку И я таким образом Развивался В эстраде Того времени В начале 90-х годов Вот, поэтому Собственно говоря Когда Наше творение Безумное Вот это вот Панковское Нововведение Которое мы несли Уже к тому времени В своем духе Когда оно вторглось В пространство Утренней почты Которое у меня С детства было Лайтовое Где стартовала Алла Борисовна Со своими Тогда еще нежными Песнями Айсбергами И этими Раймонды Палласами И все только начинали И когда в это пространство Вторглось Король и Шут Съели мясо мужики У меня был Немножко сдвиг по фазе Отлично Просто Скажи мне, пожалуйста Ну это глупый вопрос Я буду спрашивать То, что мне приходит В голову Потому что иначе Зачем вообще Мы собрались здесь Скажи мне А ты когда-нибудь Устаешь? Нет Когда эта батарейка У тебя когда-нибудь Вот как-то вот Ну заканчивается Как ты заряжаешься? Я никогда не устаю Не, ну правда Дело в том, что Скажем так Я отдыхаю В то время Когда, собственно говоря Не занимаюсь Музыкальной деятельностью Но когда я не занимаюсь Музыкальной деятельностью Я занимаюсь Изобразительной темой Потому что я сейчас Очень увлекся Анимацией И рисую Хочу создать Издать первый клип Нарисованный полностью мной На песню «Лесник» Эта работа длится у меня Уже более полутора лет Ну у тебя получится Я уверена Получится Да Я обязательно ее закончу Потому что Лесник Это святое Я всем обещал Все ждут от меня Этого Этой темы Просто мне с каждым годом Хочется рисовать Все круче Потому что Технологии мои Ну я же эти Программные Всякие дела Узнаю И у меня Соответственно Уровень Реализации растет И у меня уже есть вопросы К тому, что я сделал ранее Но я решил остановить Вот эту вот текучку Потому что лучший враг хорошего Может так до бесконечности Оттачивать И тогда я больше ничего не сделаю Буду только работать над одним лесником И люди будут ждать его долго Нет, я решил остановиться И в итоге его доделать Сколько осталось процентов? Ну практически Сколько еще работы? У меня нарисован Весь как бы видеоряд Но теперь осталась тема Более сложная Это монтажная работа Потому что Для того, чтобы клип был как клип А не просто Набор картинок Набор картинок Ведь у меня же Скажем так У меня же Чуйка на то Как должен выглядеть клип Я просто Сам в свое время Это делом увлекался И поэтому Прекрасно понимаю Что в рок-музыке В нашей стране Очень немногие Вообще понимают Как должен выглядеть Музыкальный клип Рок-группы На Западе, конечно, понимают Я, в принципе, там и учился Всегда Потому что видеоряд Должен Идти Меняться быстро Достаточно быстро Картинка Не должна Устаканиваться То есть, знаете Не должно Из клипа Веять совком А совок Это статика А западное влияние Рок-музыки Это динамика Это харизма Это энергетика Мощная Которая выбрасывается в зал Поэтому все самые крутые Рок-коллективы Они были за рубежом Они собирали гигантские стадионы За счет энергетики У нас замечательные были артисты И есть по сей день Ну, скажем так Из красной волны Ну, я просто анализирую Вот этот контингент людей На которых я учился Красная волна русского рока Значит, и Цой Спокойный человек, да А Цой очень любил Кью А Роберт Смирь тоже спокойный Правильно? Но что-то есть Какая-то есть разница Между тем и тем исполнителем В плане вот Подачи, да Я не говорю Содержание А подачи, да И нам в свое время Это дело пытался привить Такой человек Игорь Голубев На базе А, вот Ритм-студия На базе Ленинградского Реставрационного училища Ритм-студия Он сказал, что Ребята, вы панки А мы тут больше на реги Акцент делаем Но вы понимаете Это вам тоже пригодится Потому что если вы не почувствуете Внутри себя Тот драйв С которым вы Выходите на эту сцену То вы будете Мертвыми Тупыми музыкантами Которые будут Тупо стоять на сцене И просто воспроизводить Звуки Очень много В советской школе Хороших Профессиональных Музыкантов Которые Просто Истуканами Стояли на сцене Очень много Никто же не учил А старой Не было такой школы Вообще Не было И сейчас нету Но советская же эстрада Все вышли И встали И поют в микрофон Да Поэтому такие короны Вот, например Старые клипы Группы земляне Посмотреть Одно удовольствие Посмеяться Чтобы Ну да И снится нам Не рок Отказ Смотрите Туда Дрома Спой еще что-нибудь Пожалуйста Так Что, наверное А помнишь Мы с тобой Лирическое говорили Вот сейчас Я ее и спою Давай Значит Эту песню Спел Миха Значит На альбоме На акустическом О котором Сейчас говорил Ну Значит Соответственно Сейчас я ее пою Это моя песня Ну просто Мы тогда с Михой Весь материал Поделили на двоих И то, что под его голос Больше подходило Под его тембр То взял он То, что под меня Это я Уставшим путникам Войду в твою Я спальню Без приглашения Я тайком Без лишних слов Возле тебя Я сяду Тихо На диване И пожелаю Необычных Сладких Снов Зажгу Свечу Я Но Будить тебя Не стану Не отрываясь Буду Пристально Смотреть И этот миг Мне Силы Да Залечит Мои раны И он Сумеет Сердце Мне Согреть Дальний Путь Зовет Меня Но Уйти Я Не могу Возвращаюсь Возвращаюсь Снова Я Твой Облик Сердце Берегу А в полночь Выйду я На лунную Дорогу Простившись Навсегда С Любимой Своей Тоска Став Меня Глупа Ты И Убога Ты Не подруга Светлой Памяти О ней Когда Проснешься Ты Найдешь Мои Ботинки Те, что случайно Я оставил У Тебя А в чем Ушел же Он Себя Ты сбросишь Тихо В чем Я ушел И сам Того Не знаю Я Дальний Путь Зовет Меня Но Уйти Я Не могу Возвращаюсь Снова Я Твой Облик Сердце Берегу Босы Ноги Возвратят Меня Обратно Куда Деваться Отморожено Стопня Мне быть Навязчивым Не очень-то Приятно Возьму Ботинки И уйду Тотчас же Я И вновь Иду Задумчивый По лунной Я дороге И дом Твой Вновь Остался За моей Спиной Ботинки На ногах Но Мерзнут Мои ноги Забыл Штаны О нет О боже Мой Дальний Путь Зовет Меня Но Уйти Я Не могу Возвращаюсь Снова Я Твой Облик Сердце Берегу Последний аккорд Так засадил Классно Скажи, пожалуйста Классно Скажи, пожалуйста А это вот такая манера С таким серьезным видом Петь Такие прикольные тексты Это как дается вообще? Ты же не колешься даже Это обязательная часть Вот такого юмористического сценария Значит, это Дело в том, что В свое время Познакомившись с Горшком Мы открыли В себе И друг в друге Одну очень важную деталь Которая, может быть, даже в чем-то была Определяющей нашего Тандема Это юмор Вообще юмор Это настолько важная Составляющая Человеческой Вот как бы Человеческой Личности И человеческой души Что Я к этому Очень большое значение В своей жизни отдаю Юмор Бывает разный Его можно поделить Классифицировать И много всяких Сопоставляющих сделать У нас Среди тех людей Которые, скажем так Любят В юморе Тонкости Любят всякие Так сказать Моментики Любят Остроумные вещи Все Люди Вот этой категории Они очень сильно Стебутся над Петросяновской Всей Петрушкой Неожиданно Поворот Сюжета Сейчас был Вот Потому что Значит То, что Олицетворяет Из себя Петросян Это, скажем так Это от Клоунады Это То есть Все Серьезные Типажи Серьезные Типажи Уже изначально Клоуны То есть Кого бы они Брокеров Бизнесменов Бандитов Милиционеров Не представляли Они сразу Клоуны То есть Клоуническая Тема Но она Скажем так Она от нее Отдает Нафталином Нафталином Да Потому что Очень тяжело Начинает смеяться Над большим Количеством шуток Потому что Над чем дети В школе смеются Обычно Они смеются Кто-то пукнул Да Это так Это мои дети Упал Или там Это самое Тема Трогает Как таковая Причем Один сказал Второй повторил И на 15 минут Такое хохот Просто Ничем не остановить Да Это самое А ведь еще Есть целая Система Ну не система Конечно Целая Тема Хармсовского Юмора Который Скажем так Уже другим Ну много кому Непонятен То есть Поэтому Хармс Как и Лавкрафт Были люди Достаточно Такие Узкого Восприятия Для окружающих Масс Несмотря на то Что Хармс Прославился Стал знаменитый Если кто-то Из людей Так сказать Среднестатистического Содержания Внутреннего Начнет его читать Подумают А что вообще Это за хрень И до Моисеевна Сморкалась в стакан Знаешь Как-то Хармс Конечно Не Петросян Это понятно Безусловно Вот Значит И потом Я стал Большим поклонником Джима Мы вместе с Горшком Стали большим поклонником Джима Керри Потому что Этот чувак Он вообще натворил Тонкий очень Такого безобразия В юморе Вот именно В том стиле В котором мы любим Он смешал Тупой юмор Который Все смеются Когда упал С юмором Скажем так Это один большой стёб Это один большой стёб Над теми людьми У кого плохо С чувством юмора То есть Это именно Вот в этом направлении Лупасит Потому что Это такой Скажем так Он утрированный Он очень утрированный Персонаж Он мультипликационный Он всё детство Своё занимался тем Что перед зеркалом Изображал персонажей Мультфильмов И потом у него Такая мимика сложилась А помнишь Шоу Трумана Такой классный фильм Это он же играл там Шоу Трумана Конечно У меня по поводу Этого была песня Написана Только я не спою Потому что Я её не подбирал Мы ещё пока Её не пели На акустических сетах Поэтому я её не подбирал А я по поводу По этой теме Написал Непосредственно Песню Шоу Трумана Потому что этот фильм Был один из важных моментов И вообще в детстве Иногда у меня Такие мысли проскальзывали А не является ли Всё окружающее Вокруг меня Как-то Какой-то игрой Я какие-то закономерности Начинал наблюдать тогда Какие-то странные моменты Вот почему Вот почему Вот например Вот именно так А не вот по-другому Почему вот именно Складывается именно так Вот мне вот так не нравится Почему складывается именно так Я задавался этим вопросом И думал А не играет ли Мир как-то со мной Но впоследствии Я ответил себе на этот вопрос И как же Конечно не шоу Труманом Я ответил на этот вопрос Я ответил вопрос тем Что есть определенная Моя кармическая Как бы составляющая Но это уже буддистские темы Это я уже потом В буддизме нашел Ответы на эти вопросы Значит это самое Которая тебя ведет? Они мне помогли очень сильно По крайней мере В 15-летнем возрасте Мне один художник Дал книгу Сад Прямо Путешествие сознания Написанное По впечатлениям От работы Он ученик Шри Рубинда Шри Рубинда Это один из величайших Индийских деятелей Революционер Одновременно и йог В одном флаконе Вот Это Гремучая смесь Потому что в основном Все йоги Они старались как бы уйти Уходить от мира Социума А этот Создал интегральную йогу Которую объединяет То есть он И тут И здесь И там И тут То есть он развивает И внутреннее И в внешнем мире тоже То есть он не отрицает Внешние оболочки И считает Что это все Тоже должно иметь место быть Поэтому Соответственно Когда эта книга Мне попала Мне в руки Я не стал наркоманом Она мне Как раз вовремя Своевременно Этот художник Мне эту книгу дал А ну-ка еще раз Как называется Сад Прям путешествие Сознание Ладно Хорошо Вот Значит Так получилось Что Когда Вот это как раз 90-е годы Эпоха наркомании Хлынула По полной программе И вся молодежь Стала изучать Тем более Что мы же зависли По времени 90-е годы У нас Из мозгов Выветривался Социалистический строй На котором Мы базировались Изначально Который нам прививали Он разрушился И нового Ничего не предлагала Страна Мир ничего нового Не предлагал Мы понятия не имели Куда нам идти Но мы-то нашли Своё призвание Рок-н-ролл Но чем мешали наркотики Тем более Вроде как Их стало можно Употреблять Не то что можно Понятное дело Что лучше не попадайся Но так Чтобы и доступ был И все вокруг Как бы пробуют Кто на одном сидит Кто на другом Кто на третьем И я понимаю Что Кучу народу Уже мы похоронили Ну вот После вот Всего этого происходящего И я прекрасно знаю Что именно Стержневая линия Мне дала Вот эта книга Потому что Она открыла для меня Вот этот самый путь Который называется Путь путешествия сознания Она укрепила Мой стержень И я ответил себе На многие вопросы Для того Чтобы двигаться дальше Потому что наркотики Они открывали Другой мир Они мне ускоряли Они могли ускорить Мне процесс Понимания Каких-то вещей Но на следующий день Они у меня все забирали Да И так получилось Что как это У Ленина Фраза была Шаг вперед И два назад Вот Нет Шаг вперед И 85 назад Вот Но в данном случае Это несоразмерные Конечно Подъемы и падения Андрюха Конечно И опыт других людей На этом Это самое Прямое доказательство Главное Что никто ведь Не побеждал Еще Из тех Кто заигрывал Вот с этой гадостью Это просто гадость Я просто знаю О чем я говорю В общем Как тут все присутствующие Но Это дрянь Которая тебя Не оставляет в покое Понимаешь И это конечно страшно На почве всего этого Появилась эстетика Дона Хуана Карлоса Кастанеды Когда Значит Употребление наркотиков Точнее Всяких трав Препаратов Мы их даже Наверное Называть наркотиками Сложно Потому что Это растение Изменение сознания Изменение сознания Да Искусственное изменение сознания Но жизнь как бы в этом И плюс там Всякие магии И так далее Вот Эта тема Она тогда Повально увлекла Всех марихуангеров И гашишников Вот Потому что Она действительно Всех завлекла Всем было интересно У нас там Соседний двор Кишил Информация об этом Всем было это интересно Все На Дона Хуану Но потом у нас Начался новый заскок Приехал какой-то пацан С севера Который сказал Ребята Высшая наука Это не ваша наркомания Это дианетика Дианетика Да А дианетика У меня занимался Сол-гитарист Дианетикой Кстати Я тоже занимался И конспектировал Ее сам для себя Для того чтобы Важные основы Запомнить Она мне Немножко выбила мозг На определенный период Потому что Она вроде как Объясняла все Типа религии? Нет Там было написано Изначально Никакая это не религия А наука Душевного здоровья Что ли Что-то такое Но потом я тоже Много всякого услышал Насчет этого Вплоть до того Что создатель этой религии Похвастался перед Своими друзьями Что создаст альтернативу Религии Для того чтобы Поморочить людям голову И она приживется Ну Я в любом случае Знаете Доверяю древним источникам Я доверяю Тем Мыслям Тех людей Которые В общем-то Непосредственно Практики И которые Идут с древности Китайским Тибетским Этим всем Индийским делам Вот Этим вещам я доверяю Непосредственно Новоявленным Психологическим Наукам Которые Скажем так Человека Не всесторонние Развивают А просто Дают какие-то Ему объяснения Ну Что значит Как бы Сознание человека Привести в порядок Да У каждого Разное сознание Да Я вот например Ой ладно Не буду рассказывать Я просто хотела Нет не буду рассказывать Все 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 Смой еще что-нибудь Пожалуйста С тобой мы Милая моя Целуемся Гуляем Тебе я Как круто Что вокруг Провизий немало Ты только не подумай Что я мрачный Живодер Вот вышла мышка На охоту И добычей стало Не я же изобрел Естественный отбор Я вижу Напряглась Ты вот А струнка Натянулась Ведь если честно Не хотел Тебя обидеть я Про остров Пошутил я Чтоб ты Улыбнулась Но там бы Вряд ли я шутил По правде говоря Лай-ла-ла-лай Лай-ла-ла-лай Лай-ла-лай 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 Лай-лай 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 Мажор в конце Отлично Слушай, меня даже знаешь Что это напомнило Если говорить О стилистике Высоцкого Его вот эти Смешные песни Про жирафа И про больницу Я обожал эти все вещи Ну не то чтобы обожал Когда я его слушал Мне казалось Это все-таки Песни для взрослых людей Потому что Все-таки Высоцкий Очень сильно был популярен В те времена Когда Я еще по сути дела Был достаточно молод Юн Вот И слушали взрослые Его И прикалывались И голос у него Такой еще называется Вот Но со временем Он конечно Стал одной частичкой Которая тоже Была в меня заложена Во всех нас Конечно Да Ну во многих Да конечно Потому что Мы его через себя пропустили Там было Чего пропустить И было чему доверять Это так Скажи пожалуйста Не перебивая Но просто дело в том Что С тобой так классно Что я боюсь Что очень быстро летит время Что сейчас происходит С группой Ну понятно Не король шут Я не хочу об этом говорить Вообще У нас сейчас Четыре Пять Ну четыре короче С копейками лет Прошло с момента нашего образования Группа в принципе образовалась Изначально Как Как дочерняя Ну скажем так Я ее Хотел сперва Позаписывать Да Позаписывать Смешные всякие песни У меня очень большой Большая прослойка Шуточных песен Вот И я хотел Это самое Значит Сделать такую группу И первая песня Которую мы начали Делать с этой группой Она называлась Жопчик Вот Значит Но Мы постепенно Скажем так Я понял Что А почему Не попробовать Посерьезнее Ведь На самом деле За бортом В королей шуте Оставалось очень много Моих работ Потому что У нас все таки С горшком Волей-неволей Мы должны были заключать Авторский договор Если я был Полностью текстовиком То по Процентному соотношению Он должен был Быть полностью Композитором Композитором Ну поскольку я не желал Не быть композитором И мне надо было Петь свои песни Это для меня Как жизненная необходимость Некоторые балбесы Думают Что я там Типа на себя одеяло тяну Чтобы там Монополию какую-то Да Ну это Это самое Кто хочет Кто-то думает Боже мой Ерунда Нет Мне просто Некоторые вещи Просто интересны Да Психология Людей Которые являются Слушателями Я всегда Ее анализирую Вот И значит Соответственно Так получилось Что я конечно Сказал что нет Я буду обязательно Писать музыку И даже ему сказал Что пиши тексты Но потом сам Пожалел о том Что я так сказал Почему это Ну потому что Мне не понравилось Что он пишет Ага Ну скажем так Потому что у меня Было очень много вопросов Я в спешке Брался переделывать Некоторые работы Которые он начинал Если я говорю Ты уверен Что хочешь Именно на свою музыку На свою музыку Вот именно Вот такой текст И тогда я Брал и говорил Все Вот я не могу Чтобы ты Это выпустил В том виде Потому что Горшку надо было На этом набивать руку А Ну чтобы у него Чтобы у него Все сложилось Как полагается Вот именно так Чтобы и Стиль наш Удерживался И так далее Для этого Ему надо было Набивать руку И потрудиться нормально На опыт конечно И опыт большой Да Тем более Что поначалу У него к этому Склонность не лежала Это определяющий момент Ну да Есть нет Да Это не тот момент Когда можно Опа я открыл Я неожиданно стал там Поэтом Песенником Вот И соответственно Что это такое Это Ой черт побери Очень Как я говорю Летит время Но Я просто очень хочу Чтобы все вошло Понимаешь В программу Ну и говори дальше Говори 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 Я просто забыл О чем я Ну что это Ну говорю Что происходит С группой Это сейчас Ты мне Прожопчик А все Я понял Значит группа Нет У меня просто Куча линий Это ядра Я все понял Андрюха Я спрашиваю Что сейчас Конкретно Происходит у тебя В жизни Вот Короче Шуточная Составляющая группы Переросла в серьезную работу Серьезную работу И собственно говоря У нас Мы образовали Серьезный коллектив Который Работает на тех Параметрах На которых я работал Всю дорогу Мы с Михой разошлись Он пошел В театральную деятельность Я Продолжил Свой маршрут И сейчас К настоящему моменту Мы подошли К дате Пять лет Палтос Пять лет Да Меня просто сбила Эта цифра Палтос Я думаю Год за десять Однахо Какие-то концерты будут Ну конечно Мы с октября Начинаем Бомбить Значит По стране И соответственно Расстаться с Петербургом До декабря То есть Вы отправляетесь В Тур Тур Да А что Кстати в туре Все не пьющие Или ты один Нет Значит Закончим тем С чего начали Это называется Программа Нет Скажем так У нас Дело в следующем Значит Пить-то могут все Но не в рабочее время Дело в том Что я Это моя личная борьба Я вспоминаю старые времена И понимаю Что когда Мы выезжали на гастроли Мы думали Обо всем Чем угодно Только не о концертах То есть Мы о концертах Начинали думать Уже тогда Когда мы приезжали На концертную площадку Все до остального Время мы думали О чем только угодно О тусовках О пьянках И о всей другой теме Это было безбашно Это было весело Иногда как бы Зритель мог видеть На сцену выходящих Пьяных Пацанов Которые куражились И дурачились Как бы И вообще иногда Было там Опа Люди прямо близки к нам Они прямо Чуть ли не с улицы Приперлись сюда Там Даже не переоделись толком И вообще выступают Как попало Ну смешно там И так далее Но вы всегда Очень мощно играли Драйву При этом Потому что Потому что мы Пёрлись искренне Откровенно И так далее Но я дал бой Вот этому понятию В голове О том что Выезд на концерт Это оттяг Нет Я сделал для себя Другой параметр Если я выезжаю на концерт Я хочу чтобы концерт Это был Всегда круто Чтобы концерт Был максимальная выкладка Потому что Я от этого получаю Удовольствие очень большое Потому что Когда я пил Я не чувствовал Публику Я не чувствовал дистанцию Которую надо сокращать Когда я перестал пить Я начал чувствовать Публику И я понял Что каждая Положительная эмоция От зала Это достижение На концерте Несмотря на то Что за плечами Этого было море Потому что Каждый день По моей версии Мы умираем И каждый новый день Мы оживаем Заново Поэтому все Что было сделано вчера Все осталось вчера Отлично кстати Между прочим Тезис Правильно Как только победил Победа уже Вот меня например Как только Я сыграла концерт Я понимаю что Ну все Что уже толку о нем говорить Главное выкладываться конкретно Мне кажется Так всегда делаешь Тут вопросов быть не может Вообще никаких Сколько у вас человек в группе? У нас состав сейчас Постоянно модернизируется Потому что Скажем так Вот есть Наш Костяк Нашего состава Ребята которые Ну с которыми Мы изначально состали Это Я Вахтанг Махарадзе Димка Баскидашвили Вот И мы Образовали И мы Верим Любим наше дело И идем четкой Нашей дорогой И соответственно Те Парни Которые к нам Примыкают Или отмыкают Это вот как бы Вопрос соответственно Кто может идти с нами Кто хочет идти с нами И кто Имеет для этого Скажем так Ну скажем так Порох в пороховнице Ну конечно Тебе соответствовать сложно Да 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 Нет Ну ладно Такая энергия Ты что Мне кажется Ты вообще неутомимый Ну во всяком случае Ты мне Вот сегодня Ты мне дал Такое количество энергии Я просто воскресла Можно сказать После вчерам Давай песню Которую мы закончим И я конечно Очень Жалею Что у нас всего час И что он так быстро пролетел И это конечно Человек Так Ну если заканчиваем И пароход Надо значит Тогда петь Либо дель Либо со скалы Андрюх А сколько тебе лет? 43 43? Ты у меня старше всего лишь на годик Да Вообще ребята Потрясающе Потому что я всегда наблюдала людей После 40 лет Которые так Ну наполовину уже сдулись А мне кажется Это вообще в самом начале Своего Какого-то нового Творческого пути Это очень приятно наблюдать Я просто считаю Что опять же Это я почерпнул Из Восточных учителей То что Мы можем и не стареть То есть мы стареем Только физически Если мы Скажем так Создаем себе Проблемы в жизни Ну я имею в виду Физического содержания Ну опять же Тоже я скажу Алкоголь Который мы сейчас загоняем В очень тяжелые Сложные В принципе ситуации Когда злоупотребление Идет Такое постоянное Ну соответственно Тогда мы ускоряем Процесс старения тела И нам тяжелее его таскать Это точно Ну и соответственно Опять же К этому относятся И ряд других вещей Которые кстати Частично прописаны Даже в библейских законах Ну то Что лучше не делать Потому что мы таким образом Отяжеляем свое тело И свою карму Тогда нам тяжелее Сохранять какую-то Внутреннее Светлая составляющая Помнить себя в детстве И так далее Классно Ну все в голове Правильно у человека Ребят Все разложено И Эх здорово Давай Так Надо наверное Соло Попробуй Блин Че Заново Давай Не вырезаем Нифига Я вас прошу Ничего не вырезаете Не принимает разум твой уход Не лечит этот флаг в годах И если твое время летит вперед То мое стоит всегда И я не стану отрицать Что лет примерно это встать Я не даю тебе сбежать Моменты прошлого гляжу До совершенства довожу Их довожу Поздно, Дейлент Ты сделала свой выбор Я Остановлю часы в двенадцать дня И время Снова направлю я в связь Будущего нет Но прошлое вполне для меня Останешься такой, как прежде Мне не вежде Будет что исправлять Превозмодяя боль утраты Я возвращение назад Пытаясь тщетно нашу Унять вражду Да возрастает востократ Свобода дерзкая пьянит Заложник времени пленит Ее утратит всякий стыд Играя стрелками часу На двери будущее Вешает Зацов Поздно, Дейлент Ты сделала свой выбор Я Остановлю часы в двенадцать дня И время Снова направлю я в связь Будущего нет Но прошлое вполне для меня Останешься такой, как прежде Мне не вежде Будет что исправлять Боснадель Браво, Андрюха! У меня в гостях сегодня был Андрей Князев И это была программа «Последний герой» Нам катастрофически не хватило Времени, на мой взгляд И мне очень хорошо с тобой И очень хорошо с тобой разговаривать Я нетипично сейчас закончу Пожалуйста, закончи программу За меня Скажи что-нибудь людям, а? Друзья Я не могу Друзья Друзья, значит Как мне кажется В настоящее время Очень много Особенно с интернета Льется в наши мозги С вами Всякой разной информации Которая, скажем так Полезная и не полезная В отличие от тех людей Которые жили до интернета Мы очень много Себя Размазываем Тем, что Иногда даже сводим с ума Тем, что нам Наверное, не нужно Я предлагаю Всем Заостриться Сконцентрироваться Внимание На особо важных вещах Ну Я сейчас не говорю вообще Про всех людей Я говорю только про людей Которые любят рок-музыку Потому что это то Что нас всех Объединяет И делает нас Скажем так Единой Доброй Веселой Отзывчивой Положительной массой На всех фестивалях На всех концертных мероприятиях Где мы с вами Соприкасаемся Поэтому Помните Что внутри Каждого из нас Есть что-то Что требует Настаивает Рвется Для того Чтобы его выпустили Дали этому Свободу И скажем так Анархию В хорошем смысле Этого слова Так что Ищите в себе Ваши стержни Ищите в себе Ваши огоньки Выпускайте их наружу И любите Других людей Поощряйте это В других Аллилуйя Прекрасное Окончание программы Князь Ты крутой Редактор субтитров А.Семкин